Дорогие братья и сестры, хочу облить ваше внимание на одни слова из апостола Павла, что во Христе Иисусе нет ни мужеского пола, ни женского. Эти слова означают то, что истинный человек во Христе Иисусе – это тот, который победил плотские страсти, тот, у кого нет уже плотского жжения, тот, который человек духовный, новый человек, новая тварь. Он уже не плотский, но духовный. Так говорит и апостол Павел в послании к кремлянам. Итак, нет ныне никакого усуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела духом святым, живущим в вас. Итак, братья, мы не должны ки плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. И всех этих слов мы видим, что истинный христианин, который имеет Духа Христова, который Христов и который Христу принадлежит, он уже живет не по плоти. Он живет не ради плотских удовольствий, не ради плотских веселей, но ради жизни духовной. Так говорит и апостол Иоанн Богослов. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожденный от Бога. Апостол Петр в посланиях своих обращается к христианам, которые идут по этому пути праведности, по этому пути борьбы с плотью, борьбы с плотскими вожделениями, по этому пути к Царству Небесному, по пути, чтобы изобразился в каждом из нас Христос. Он пишет для вот таких настоящих христиан, возлюбленные, как странники на этой земле, чуждайтеся всех плотских удовольствий. Я хочу, братья и сестры, подчеркнуть это слово, чтобы всех плотских удовольствий, восстающих на душу. От всех плотских похотей, от всех плотских удовольствий и вожжений, от супружеской близости, от чревоугодия, от всего того, что наша плоть хочет и требует. Нужно, братья и сестры, с этим всем воевать. Нужно не поддаваться плоти, но Духом умрешлять дела плотские. Христос сказал, Дух бодр, плоть немощна. Вот наш Дух будет тогда только бодрым, когда наша плоть будет немощна. Также Христос сказал, не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. Когда человек объедается пьянством, когда он удовлетворяет желания плотские, тогда сердце человека ожесточается и отягощается. Он не может по-настоящему молиться, он не может по-настоящему гореть и пламенеть Духом Святым. Ибо Дух Святый любит воздержание от всех плотских похотей, от всех плотских удовольствий. Пища нужна для чрева, и чрева для пищи, говорит апостол Павел. Но Бог уничтожит и то, и другое. Еще апостол Павел говорит, что все мне позволено, но не все полезно. Да, можно и супружеская близость, да, можно и кушать, да, это все можно. Но полезно ли это? Апостол Павел говорит, что нельзя превращать телесные потребности в похоти. То есть, если кушаем, то кушать самую простую пищу, для того, чтобы дать телу подкрепление, а не для того, чтобы наесться, что-то вкусненькое, получить какое-то удовольствие от приема пищи и так далее. Все должно быть самое простое. И в супружеской близости не должно быть никаких излишеств. И должен быть и пост, и воздержание. Супружеская близость должна быть целомудренная, без всякого разврата, без всяких лишних, грязных, плотских удовольствий, без всего скеверного и нечистого. Но целомудренная, и обязательно, конечно же, и с постом, то есть с воздержанием. Нужно помнить дни, когда можно супружеской близость, а когда она нельзя. А в идеале лучше всего, как и святые отцы заповедовали, иметь эту близость только ради рождения детей. Конечно же, это подвиг, но Богу такой подвиг очень приятный и угодный. И Святому Духу тоже такой подвиг приятный и угодный. Господь Бог благоставляет таких людей. Нужно стремиться к этому. Итак, рожденные свящие, дети Божьи удаляются от всего этого плотского, греховного и похотливого. Нужно жить по Духу, а не по плоти. Ибо плоды Святого Духа есть и воздержание. И нужно укрепляться в этом ради слов апостола Петра, ради слов апостола Павла, ради слов Иоанна Богослова, который сказал все, что есть в мире. Есть похоть плоти, похоть от честь, гордость житейской. Это не от Бога, но от мира сего. И похоть проходит, и миссии пройдет, а исполняющие волю Божию пребывают вовек. Итак, братья и сестры, нужно Богу угождать. Духу Святому пребывать в воздержание, в терпение, в подвиге, в смирение. И это путь Христов, путь Святых Отцов, путь заповеданный Святым Писанием и Духом Святым. Аминь.